Нормально все. Хорошо. Здравствуйте! Программа Альфабет. Я Андрей Манекайна. Суми славится своей приверженностью к здоровому образу жизни и хорошим образованием. С этой недели в Финляндии начинаются лыжные каникулы. Хихталома. Эта традиция берет свое начало в 1926 году, когда в журнале «Воспитание и школа» была напечатана статья Сантери Хирванина, учителя физкультуры из города Ковуэлла. Он предложил в противовес занятиям школьников внутри душных классов проводить недельный горнолыжный отдых. Хирванин писал, что весенний снег и прогулки на лыжах дадут детям возможность подышать свежим воздухом, зарядиться энергией и сохранить выносливость в конце учебного года, когда наступает период самой напряженной учебы. Интересно, что лыжные каникулы в Финляндии проходят не одновременно по территории всей страны. Провинции распределены на три группы и проводят хихталома по следующему расписанию. Восьмая неделя провинции Ахвенама, Усима, Варсинайсуоми и Сатакунта. Девятая неделя – Пайятхамми, Кантахамми, Пирканма, Похьянма, Этталапохьянма, Кескипохьянма, Кескисуоми, Кюменлаксу, Этталасаво и Этталакарьянла. И десятая неделя – Похьёссаво, Похьёскарьянла, Похьёспохьянма, Кайну и Лаппи. Таким образом, проведение лыжных каникул в Финляндии насчитывает уже почти 90 лет. На хихталома многие родители также берут отпуска на работе, чтобы провести отдых на зимних курортах всей семьёй вместе с детьми. Кто знает, может быть именно в этой замечательной традиции секрет успехов финских спортсменов в зимних видах спорта. Но даже при самом здоровом образе жизни ни в коем случае нельзя забывать о профилактике заболеваний. Зима – время авитаминоза и активизации вирусов, самым опасным из которых является печально известный вирус свиного гриппа. Начальник отдела вирусологии Ведомства здоровья и благополучия Карита Савалайнен Копра говорит, что сейчас уже распространяются гриппы типа А и Б, а также риновирус, вызывающий простуду. Помимо респираторных заболеваний, есть риск подхватить норовирус, вызывающий желудочно-кишечные заболевания. Несмотря на длинный список вирусов, ситуация, по словам экспертов, вполне обычная. Савалайнен Копра отметила, что несмотря на то, что вирусы типа А и Б уже распространяются, прививку всё ещё имеет смысл сделать. Правда, она даёт защиту только через две недели. Так что грипп может успеть поразить, несмотря на прививку. Для защиты от болезней стоит позаботиться о личной гигиене. Дверные ручки, выключатели, общественные телефоны, клавиатуры активно передают вирусы. Их стоит дезинфицировать, чтобы помешать распространению недуга. Также нужно быть внимательным по отношению к другим, если уже сам заболел. Верным средством лечения болезни является отдых. Хоть это, конечно, и нелегко в нашем современном мире. Врачи рекомендуют воздержаться от рукопожатий и пользоваться антисептическими гелями для рук. Например, вот таким. Одна капля и никаких шансов вирусом. Ну и, конечно, побольше витаминов в вашем рационе. К счастью, цены на апельсины и грейпфрукты в магазинах сейчас самые низкие за год. Будьте здоровы и обязательно хорошенько отдохните на лыжной неделе. Субтитры создавал DimaTorzok